Итак, всем привет! Меня зовут Воронин Алексей, и сегодня у нас новый выпуск моей передачи «Метод Ворониных», где я разбираю наших замечательных предпринимателей, решая их проблемы по мере их поступления. Ну что, давай рассказывай, кто ты, чем занимаешься, какие боли? Меня зовут Семенов Денис, я занимаюсь, наша компания занимается поставкой и монтажом фасадных кровельных систем. То есть это и стены, и крыши для промышленных объектов. То есть это начиная от объекта сельского хозяйства, будь то коровники там, и заканчивая. Сейчас 50. Не густо. Точка, который я сейчас стремлюсь 500, я несколько раз достигал внутри этого года. Но у меня получается так, что я вроде заработаю какие-то деньги, и у меня либо я дыры с предыдущего периода закрываю, либо они остаются, и я либо в контексте складываю, либо еще в какие-то гипотезы. Канал продаж основной какой? Ну, наверное, по 30% это контекст, интернет это холодные, но как бы по теплой базе, по целевым клиентам. Сколько это трачный контекст? Сейчас 70. Нормально так точишь. Окей. Понятно. Сколько заявок в контекст приходит? В день, в месяц? Ну, в день сложно сказать, то есть, последний раз по месяцу мы оценивали, у нас получалось там около 2000 заявок. И у тебя 2000 заявок только 50 тысяч рублей? Ну, как бы в среднем, то есть, если размазать. То есть, у меня получается одна тире. У тебя 2000 заявок. Но мы сейчас про что говорим? Про точку А, которую я на себя вывожу чистыми? Тихо, тихо, тихо. Мы сейчас говорим про тебя. У тебя 2000 заявок, а это со сколько? Вы уже начинаете понимать наши дорогие видео зрители. 2000 кликов или заявок? Кликов. Кликов, заявок сколько? 25. 20 заявок. Средняя маржа заявки с какого у тебя? 90 тысяч рублей. 90 тысяч рублей. То есть, 10 процентов. Средний, чем-то сколько у тебя сделок в месяц получается? Три сделки. Три сделки. То есть, 25, все, три? Да. А почему? У тебя везде какую-то потерь. У тебя начало 2000 кликов. И значит, что я даже не глядя на твой сайт, потому что у тебя говноуфер. Да. Да, и что ты по этому поводу завершишься делать? Мы работаем над этим. То есть, за конверсия получается 10 процентов, это 200, да? 2 процента, 1 процент, это 20. Ну, вот 1 процент, это вообще плохо. То есть, твои ниши не высококонкурентны, должно быть в районе 10. То есть, у тебя должно быть около 200 заявок. То есть, люди приходят, кликают, они находят то, что не хотят. Ты там Callback Hunter все поставил? Ну, на ландос, который сделал, нет. Мы сейчас делаем новый лендик. Не поставь Callback Hunter, сразу поанализировать с теми, кто уходит. Там есть такие возвращатели различные, там, помимо Callback Hunter. Он увеличит конверсию, скорее всего, чуть-чуть. Дальше, поговорить с целевой аудиторией, который оставил заявки, что с ним срезонировали, что им не хватило. То есть, у тебя оффер плохой, а работа с оффером, с целевой аудиторией. То есть, твоя задача поработать с целевой аудиторией, с твоими заказчиками, портрет идеального подрядчика. И за что они готовы тебе платить самые большие деньги. Вторая конверсия. С этими 25-ю тебе нужно лично позвонить всех 22 и спросить, почему не купили. Второй вопрос, который надо задать, что бы они хотели еще у тебя купить. Что бы ты хотел им еще подать, что бы они хотели еще купить, что им не хватает у подрядчиков. Мы примерно знаем. То есть, мы сейчас входим на такую тему, как наливные полы. Она у нас идет. Мне не спрашиваю, что ты знаешь. Что тебе сказали клиенты, мне нужно что-то решить. Здесь клиенты сказали это, опять клиенты сказали то. По сути, потому... Надо не перестать пребывать в эротической фантазии, но начинать делать что-то. Так. То есть, у тебя все это сделки, а у тебя же еще каналы подашь есть, да? То есть, от 25-го контакта, вот еще какие-то есть. То есть, получается, у тебя там порядка 75 заявок и все это сделки? Ну, там не 70, но да. А по какому каналу сделки? В основном контекст и в основном холодные звуки. Понятно. Значит, на них фокус делаешь. Все, что надо открываешь, убираешь. То есть, получается, у тебя комиссия конверсия еще ниже, чем я думал. То есть, ты еще и переговорщик проходит. У тебя еще и ори. Мало того, что они как-то стиснув зубы, отправили тебе заявку, получается, у тебя продукта нет, потому что они мало соглашаются. Но сейчас, по факту, я могу сказать, что у меня получается так, что у меня порядка 6 человек в команде и 3 человека продажных, в том числе я. И те сделки, которые приходят, ну, как бы закрываю я. Те ребята, ну, как два остальных человека, ну, не совсем получается. Один новенький. Кто из этих троих менеджеров все время о ком-то думаешь негативно? Таких нет сейчас. Ну, постоянно каждый день нет. То есть, они только не нам пришли, они огонь и не рвут, да? Я сократил команду просто там с 7 человек, с 7 продажников до 3, да. Да, но я оставил лучше. Но они продают? Одна девочка продает хорошо на стройко-монтаж, да, а второй парень, да, вот, то есть, он первый сделок сейчас сделал. А третий? Я. А, ну, отлично, хорошо. Окей, тогда, соответственно, расписать мотивацию, чтобы они начали рвать и прикрепить к ним эксперта, чтобы с тебя снять этот вопрос. Сам занимаешься только высокомаржинальными сделками. И отработать, что срезонировало, когда люди закрыли сделки. То есть, надо дальше поднять все старые заказы, еще раз их позвонить самому, дожать. На основании дожатия вы вытащите идеальные офферы, идеальное предложение того, что есть или на основании новых лидов, или на основании старых лидов. То есть, в тот момент, ты, скорее всего, боишься денег, ты от них откажешься, скорее всего, в какой-то момент, сам сливаешь крупные сделки. Нет, потому что мне как раз вот ваш, как бы, совет, он, в принципе, помог заключить в этом году сделку. То есть, мы в этом году вышли на монтаж, достаточно хороший, и там сделали монтаж на 4 миллиона. Ну, отлично. А что потом случилось? А какой мой совет, кстати, был? Не бояться выходить в большие чеки. Ну, отлично. Вот, мы не побоялись. Ну, ты один не испугался, а дальше боишься. Ну, мы сейчас стараемся. То есть, ты из трех сделал, которые одну закрыл ты, то есть, две закрыли девочки и так далее. У тебя получается сделки, которые закрыли, не ты. Ты сам закрыл, ты, по идее, должен быть самым лучшим продавцом. Ну, как бы, нет, я как раз ее и закрываю. А, в стороне ты говоришь, девочка закрыл, мальчик закрыли. Ну, парень, он закрыл последнюю сделку, он недавно пришел, то есть, я два месяца назад принял, а девочка закрывает продажи. Я так не думаю, что ты сам лучший продавец, который закрывает 75-ти этой сделки. Нет, да. Что мешает? Мешает я пока, ну, мне очень сложно, короче, распределить время, потому что получается так, что с 9 до 6 часов я... Ну, сдохни бедными и больными, то, да. Я занимаюсь операционкой. Ну, не распределяю время. Сдохни бедными и больными. Я, как бы... Ты сам лучший продавец, но занимаюсь продажами. Операционку выделить человек, который занимался операционкой. Ну, для меня, я, как бы, ее и считаю операционкой, но у нас же контекст еще надо наложить, да? Ну, у тебя контекст налажен? Ты где-то от него, зачем тебе новое наложить? У тебя это-то не нахреново отработано-то. Ну, ты вместе бы снизил сейчас количество денег на рекламу и все равно не сливаешь. Ну, тогда количество заявок упозет. Блин, какая тебе разница? У тебя все равно от той сделки. Ну, так будет ноль. Почему ты пришел? Ну, из статистики, если смотреть, да, извиня? Нет. У тебя будет 10 заявок, все равно ты сделки будет. Ты просто перестанешь распыляться на 75 заявок, начнешь зажимать. А почему ты не споришь? Нет, я просто мнение, как бы, сказал. Конечно. Тое мнение прямо сейчас мне очень интересно. Ну, я понял. Ты такой прям крутой предприниматель с 50 тысячами рублями, что? Ну, я понял. Хочу посмотреть, как ты дошел до этого, хочу тебя спросить совета. Я думаю, нашим зрителям тоже интересно. Что же ты можешь мне посоветовать сейчас? Себе посоветуй. Да, понял. Ты просто палишь лишних, я думаю, 1050 месяцев контекст. Попробуй снизить, посмотреть, какое качество. Сразу одно отточишь качество конверсии. Ну, крайне, ты на 75 ты все равно их сливаешь. Ты просто палишь деньги. Снизь в два раза контекст. У тебя снизится количество заявок, ты дожимания, сказать, все тебе будет больше. Потому что у тебя твой менеджерская все еще на расслабончике дожимает только самый лучший вариант, и ты вместе с ними. А там, где нужно менять слово, там нужно менять, ну, дожимать-то и не делаешь. Вот тебе сразу увеличится твой точка А, сразу увеличится в два раза. Вот еще вопрос задать. Да. У меня сейчас есть две гипотезы. То есть мы до этого просто были как торговая компания, а там последние два года сделали несколько монтажей. И? И у нас получается так, что в монтаже это, как бы, долго, очень много ресурсов. На чем сфокусироваться? То есть на продажах все или на монтаже? Тебе нужно замерить, посмотреть, то есть эта штука есть цифровое мышление. Новая тема, которую я сейчас недавно вычленил для себя, для своих учеников. Тебе нужно оцифровать по соотношению времени и выручка маржа. То есть сумма, предположим, что прошло полгода, сколько за полугода ты получишь денег, сколько за полугода ты сможешь выполнить сделок в том ином сегменте и получишь чистое маржи, превословно в каком-то там, превословно, что это будет там по 20 сделок в месяц, ну, предположим, периодически, там по 10 делок в месяц. И просто заотнести, сколько у тебя будет выход, какую тему у тебя будет больше выхлопа. Но не сейчас, а в дляящейся перспективе в течение полугода. И выберешь на основании этих данных. Да, хорошо. Я просто еще думал с той позиции, что как бы некий проброс в будущее делал и думал, кем я хочу быть в итоге. Ну, кем я хочу быть. Я понимаю, что богатым и здоровым? Ну, миллиардером, конечно. Конечно, потом считаю, где больше выхлопа. Миллиардер все считают. Начни с этого. Я не видел торговую компанию, которая зарабатывает такие деньги. Такие миллиарды не зарабатывают, наоборот, и есть. Я стоять или монтажный видел? Да. И все в убытках. Почему в убытках? Это где-нибудь задаю вопрос. Ну, я просто смотрел, допустим, чтобы даже сделать оборот на 30 миллиардов по году. Ты слышал мой ответ? Ты слышал. Ты посчитай в течение года туда. Это раз и одно другом мы тоже не мешают, если честно. Будет отдельного человека, пускай занимается. Одно и то же, в принципе, заявки не те же, контроль не тут же. Только продукты там и там должны быть хорошие, если ты потянешь. Ты сейчас одного ты не тянешь в операционку. Какой тебе ответ? Поэтому, чтобы выбрать приоритизацию, надо посчитать. То есть, если ты будешь копать шахту с золотом или шахту с медью, что выгоднее копать? Золото. Не факт, потому что меди может оказаться по стоимости больше. Потому что золото может оказаться физически мало. Это что-то, значит, тяжелее килограмм пуха или килограмм чугуна, знаешь? Это тоже самый вопрос. Потому что медиа, кажется, может там десятки тысяч тонн, а золото один килограмм. И добывать медиа явно легче, чем золото. И регулирование меньше, понимаешь? Да. То есть, я сейчас стрелусь на продаже? Нет, стрелусь на расчетах. На расчетах. И да, конечно, продажи. Вопрос понятен? Да. Я советую тебе и вам, нашему, уважаемому зрителю, подписаться на мой онлайн-курс. Он называется «Система Воронина». Он доступен в моем чат-боте «Воронин Клаб Бот», на сайте «Бизнес Молодости» и на моей личной страничке «Воронин.клаб». Я оцифровал всех своих учеников, самого себя, и сделал на этом плане «Система Воронина». То есть, оцифровка опыта меня и моих учеников, которые достигли результатов. Чего они достигали не бизнесовые техники. Первый уровень – не бизнесовые, второй уровень – soft skills, второй – hard skills, а третий – уже про цифровое мышление будет, скажем так. То есть, второй – ленинги, магазины, первое – по целеполаганию, мышлению, страху, эмоции, энергию и так далее. Личная семейная жизнь, личная жизнь – очень крутая штука, рекомендую. Задание понял? Да, понял. Сильно тебя вдохновит. Давай ты теперь микрофон передавайте. Меня Сергей зовут, я стоматолог. О, класс. Также челюстно-лицевой хирург, сейчас вот в аспирантуре. Параллельно работаю с стоматологом, снимаю кабинет своих пациентов. Боль такая, что вот я работаю, деньги идут, я перестаю работать. Точка? Вот, в зависимости от того, сколько дней работаю. То есть, я работаю три дня в неделю, выходит в месяц, да, там, от 150 до 300, ну, так, по-разному. Так. То есть, ну, мне, как бы, это не устраивает, в плане того, что, ну, ответственность, как бы, я и сам, и доктор здесь же, и администратор, как бы, и… Вопрос в чем? Как расшириться? Начнем сначала. Какой у тебя самый маржинальный товар? По услугам. То есть, ну, есть три-четыре услуги. Ну, какая? Имплантация, виниры… Ну, условно говоря, голливудская улыбка, я понимаю, наверное, самая… Сколько стоит голливудская улыбка, вот для меня? Ну, в среднем, это еще 250, в среднем. А там… Голливудская улыбка, 250? В среднем это у меня. То есть, за счет того, что я, как бы, доктор, я могу, как бы, скинуть, да, то есть… Ну, то есть, давай, вот прям, по себе стоимость нам, ну, там, тысяч триста услуги. Треста, да. Пускай будет 300. Это недорого. Потому что, я знаю, что голливудская улыбка стоит, там, ну, полмиллиона, миллион, полтора. Ну, соответственно, что надо сделать? Ты берешь всю свою записную книжку, в своей социальной сети, постишь свои фотки, красивые, сделанные фотки своих этих… Где-то сделал голливудские улыбки. Потому что, кстати, самая важенальная история. Да, ну, мы и так сделали, да. Инстаграм. Инстаграм вызвать запись. Да, значит, подожди. Всем друзьям в личку написать историю. Здравствуйте, я такой-то, ну, знаете, там, голливудская улыбка дешевле, чем три раза, стоит 300 тысяч, аванс, там, сто. Если не знаешь, то знаешь, кому могло бы тебе это понадобиться, кто сейчас, может быть, ищет и так далее. И так, прощерстить всю свою записную книжку без исключения. И второе, что прощерстить все свои социальные сети без исключения. Зачем мы это делаем? Мы создаем тебя входящий поток денег, который тебе необходим для масштабирования. Ну, чтобы нанять людей, тебе нужно доплатить им зарплату. Да. Согласен, зарплату платить. У тебя кандилограф есть? Ты знаешь, что такое кандилограф? Нету. Как хреново это чешечная сила. Надо узнать. Штука, которая позволяет асиместрично выстроить целесные лечовые мышцы. Ну, то есть, все, отстроить идеально асимметрю. Ну, это и гнатологи, да. Гнатологи, да, этим занимаются. В том числе. Ну, не суть. Но я понял. Нет. Потому что без входящего потока, который ты можешь... Спустя здесь, там, много 200 тысяч. Из них, наверное, сейчас то отдать для того, чтобы просто зарплат человеком не有. А входящий поток не изменился. и треть момент настроить директ контакте target директ не выгоден стоматологии просто хренов настроен если пути пойти по пути создания там мини-клиники ну мини-клиники там надо от рекордина потянутый должен нащупать к основной каналу тихо рост на канал подачи с но и но вот все на 4 9 25 процентов это перенос мои пациенты которые сюда откуда сам маржинальный сейчас последнее время с инстаграма пошел все наш instagram качаешь сколько подписчиков инстаграме сейчас 2000 лет а вот качать до 10 это соответственно и соответственно там проводит партнерскую программу заплачу там 10 процентов тому кто поведет клиент то есть брать помещение до получается его потихоньку кто клиент сначала потолки нежность потолки если он не успеваем обрабатывать значит брать мы все 250 тысяч начни поток но так сказать за счет того что и 2 повысить цены у тебя денег нет сейчас чтобы запускать клинику тебя подушку маржинальность очень низкая клиника это сразу аренды сколько в этой клинике клинике нужно вложить денег чтобы создать клинику миллион полтора откуда их возьмешь то есть нужно там 10 клиентов там по средним чекам там 300-4 тысяч правильно вот и все еще здесь клиентов но на такие суммы на такие суммы не 10 но есть там у клиентов 50 можно собрать ну ты хранили что пропускная способность того бизнеса не подводит вот в этом проблема это задача еще и сейчас про то что мне не слышишь и стал самые маржинальные услуги сделать на не упор они то что тип чем те у тебя грузит у тебя есть услуга твой производства котором у тебя есть там десять часов в день который ты можешь потратить на то чтобы заслужить клиентов чем ты загрузишь дешевыми спичками или дорогими не знаю там золотыми самородками ты загрузил пасть пополам начали сделать политизацию и ставили спичками начать грузить золотыми самородками номер понятия там ты палуба и получится к шлоу необходимо для того чтобы масштабироваться бить только в instagram как бы или еще что тестировать правильно неплохо работает фейс контакт instagram директ если говоришь плохо не сомнение но тебе сейчас нет смысла тестировать директологов типа еще убить туда где работает личные продажи и instagram свокосы что в яндексе последнее время может попрочу гугу уж тянасть последнее очень сильно вырослит стоимость лета сильно взрослым кинодиректа сколько дальше директа мы начинали тратить то есть это около 30 потратили но неэффективно потратили 10 или даже 5 на instagram то есть и намного больше эффект было мы начали бить в инстаграм до пенсора полу лично продажа просто instagram ты дальше будет саванка пойдет сам дешево а еще у меня есть один из ага делать автоматизированные села автоматизированные села делают села еще сделаем зелено еще там просто прогнозируем результат будет сразу понять ясно ну то есть стремиться вы в идеале все равно клинике то есть клиника цель да то есть да только день понял что делать я понял да повторить ну значит всех клиентов там обзваниваем всю записанную книгу предлагаем самым маржинальный товар если им это не нужна то есть ты все дешевые стоящие отказываешься это вот так вот не могу если ты понимаешь что у тебя сегодня там завтра нет завтра нет запланированная там условно говоря если у тебя на завтра нету дорогих ты можешь ставить дешевых но нам уже нет уже завтра может пойти может быть метода нанять доктора чтобы давать ему дешевых а сама сконцентрируем вас просто нанять тебе дешево но у тебя попасть на у тебя одно кресло да сейчас дай одно снимаю но вам уж снять могу ну тогда если у тебя роль будет положительная вот один доктор одно кресло и дешевая позиция ток у всех лет получит следов через себя пропускать ну как первичка да пока не настройщики но сады был глава была такая практика поднять просто неплохая была допустим приходит клиент да там доктор и ориентирует там там она грон там елой он там задача чтобы они шли не доктора чтобы сарафан шел к тебе что если хорошо служил там будет это другому тоже на тебе шли они другом дух . я понял а мы сием простейшие потом по взял попасть ну вот такой участок который вопрос да то есть подбираю помещение потихоньку где лучше брать то есть до стоматологии это очень тихо говоришь что чуть погромче может быть подбираю помещение да так потихоньку для клиники вот вопрос в том что где искать то есть влиять это центр либо вот жилой квартал это что скажу что он должен быть недалеко от метро и и рядом не должно быть других стоматологических клиник третий момент должно быть рекламы на яндекс картах на тургизе и четвертых честно но если у тебя будет фокус на дорогие то скорее всего это садовое кольцо там плюс минус километр спальную историю как правило ну кроватская может быть но там просто неудобность в центре сюда удобно доехать с твоих сторон то есть принципе чисто теоретически я могу что не тренинг садового кольца плюс километр сторону области не больше обороты очень сильно возрастает если ты берешь затраты да там клиника допустим там ну пусть грубо град да там полтора миллиона там помещения тысяч двести там будет около садового кольца то есть это получается поэтому без налаженного канала литгена ты не выдерживаешь это расходов где-то до до 300 350 будет расходы только повысить цену наладить высокомаржинальной позиции возьми гнатолога еще возьми кого-то который высокомаржинальной позиции просто он бы не очень интересно делать одну то есть один чек там 5 на 10 тыс дешево можно отдавать своему доктору но это саму заниматься дорогими или наоборот два доктора дорогие дешевые ты занимаешься рекламой управления и так далее но пока ты тебе сказать все ты пока не потеряешься на поэтапно идти хорошо я понял спасибо то есть фокус маржинальные понятно что нужно ближе к саму есть масс-маркет то неважно кстати еще хау 6 детские детям это да детская нишни за ним сейчас детской стоматологии окей давай ты меня зовут даниил занимаюсь сертифицированными флешками для iphone флешки которые сертифицировала сама компания apple флешки для айфона а сама флешка есть так ну в чем вопрос но основная сейчас боль не хватает денег на оборот нормальный ну то есть я понимаю что могу продавать десять в день только по москве какая у тебя маржинальность сто процентов средних сколько нужно денег ну из того что я понимаю что я сейчас смогу за месяц обернуть миллион полтора ну и сколько ты готов давать инвестор но я воткнул сюда предложение нужно установить должно было появиться уведомление она появилась она просто инструкция на ней это презент спасибо техника пирожок это прикольный подарок сегодня мне прислали в офис целую упаковку с реческой еды очень прикольно так да сушила на манаду прикольно мне нравится то есть можно закачать этот вот туда отсюда там инструкции подробно описано все возможности она много чего умеет насколько она емкость 128 это максимальный из подробно упоминается так но полтора миллиона какой будет выход с полу-то миллионов для инвестора но со второго месяца 10 процентов зачем инвестор 10 процентов полу-то миллион в 150 тысяч ну точнее скорее всего найдешь но тебе просто они не дадут зачем ты инвестор что есть недвижимость залог или что но вот мы должны начинаем то есть мы дальше начинаем жрать твою неэффективность правильно у тебя этот магазин да да откуда ли доедут instagram таргетированная реклама инстаграме но и сейчас еще вот вчера буквально договорился на но чтобы продвигали аккаунт инстаграм потому что сейчас реклама только сейчас следы только с таргетом строка лиц стоит один но тысячи рублей заявка ну точнее продажа но дорогая продажа уже но 50 процентов от маржи грубо говоря а сколько стоит тысячи лет и от трех до семи в зависимости от объема оба закупки нет продажа продаж есть дешевые аналоги там на алиэкспрессе можно найти но основной отличие в том что эти флешки сертифицированы apple 10 сертификат мафа и называется не тестируется на заводах apple гарантирует безопасность а где ты покупаешь на заводе кто их делает в китае а . могут дать нет ну недавно потому что знакомы нет пока не настолько хорошее отношение в чем вопрос еще ну вот я писал там как раз из того что помогло из советов это обзор старых клиентов у меня сейчас один из клиентов это такой мелкий опыт сумму меня закупил и есть желание выйти вообще на вот на опт и на продажу их компаниям как корпоративные подарки и пока не сильно понимаю как как выйти на этот рынок потому что там и лтв есть ну так у физиков практически нет если есть но все денег не как ты будешь ему там подавать но по предоплате но опт на только только при заплате на сумму меня например они купили когда у них еще не было то есть именно мы их даже чистим там партия небольшая но я их частями поставляю ну кей да я их готов но я их привожу быстро то есть меня налажен очень хорошо канала сколько плане доставки полторы недели с момента оплаты полторы недели я не здесь долго твой основная история это договориться с поставщиком на срочку думе как пока я не вижу то есть автор и кромок мне нужно по 50 каждый день и я не хочу склады у себя держать как ты будешь отдавать свои действия вот есть автор и которые будут покупать выдачу я хочу то что 500 штук по предоплате без проблем это кто что-то подавать тысячи процентов даже достаточно 20 вылезти лет на 18 хорошо сохранился сколько лет сколько лет существует с четырнадцатого года смотри классическая история оптовый вендинг и холодные звонки по всем по аналогии всем с оплатой за лид с колл-центром то есть оптовая маржа ты можешь себе позволить там тысячи две-три-пять за лип платить колл-центром вот но из тех кого я тебе могу порекомендовать я просто говорю они скажут нам нужно 50 каждый день по факту приводишь мы платим вот тебе пожалуйста объем там сколько полторы тысячи штук мисс большой объем но неплохой как будешь выкручиваться не готов к таким сообщением но послал деньги то есть история должна такая что у тебя должен быть разный товар и дешевый дорогой раз и под разный запас 2 твоя основная история любым способом убедить поставщика купить посылочку то есть понимаешь да что ты отказался от клиента себе должен быть и стоповый не дешевый дорогой и у тебя же мы с поставщиками налаженная . хотя бы на 50 50 100 штук сейчас я позвоню своему другу прям спрошу мне даже интересно ну вот это классический будет оффер если у тебя просто очень если у тебя очень может быть как сказать сложный заход просто не отвечает в общем вкратце выход один искать партнера инвестора друзей знакомых там кто согласится кому тесным под 10 процентов авторе стоят 15 не это очень долго 15 доставка 10 10 10 но сейчас рассчитали за 5 кто привезет но там объем больше должен быть опять уже более-менее то есть летать от 1000 штук там по килограмм получается они меньше 100 килограмм не повезут вот за пять дней тысячи штук привезут и по цене даже дешевле чем сейчас привожу за килограмм нужно же крупный заказчик один окоп на заказчиках она скорее всего то есть пошерстить все компании кто занимает с подарками по 6 всех отход на то покупатели колл-центр с оплатой залит эти комбур автоматизированный колл-центр типа мелафона типа еще кого-то могу прокомендовать после мелафон . пиви мелафон . как группа то такие сайты могу телефончик тебе видать там может не договориться был бы хорошо еще что-то да нет это основное что болело вопрос но я не могу с поставщиком деле то есть самая оптимальная выхода говори искать внешний вес отдавить поставщиков попробую это 1 5 закупал может сейчас уже вместо будет тему поднять ну что отлично ну что друзья если у вас есть какие-то вопросы задавайте под этим видео может быть вам повезет вы будете участвовать тебе также рекомендую пойти в систему ворона пойти онлайн тренинг воронин.club или бизнес молодость внутренняя страничка там воронинская окей ну что друзья увидимся услышимся всем пока и и и и